Добро пожаловать на теоретический модуль 2. И мы продолжаем тему защиты от атак нулевого дня. В этот раз мы обсудим такие технологии, как Threat Emulation и Threat Extraction. В предыдущем модуле я уже привел небольшую печальную статистику целенаправленных атак. Резюмируя ранее сказанное, можно сделать несколько основных выводов. 99% зловредов были замечены всего один раз. По этой причине сигнатурная защита просто бессильна. Почта является излюбленным инструментом хакера. Как правило, зловреды доставляются в виде файлов, либо ссылок на файлы. Вопреки обыденному мнению, с заразами могут быть не только файлы типа .exe, Flash, Java и т.д. То есть запретив этот тип файлов, вы все еще не защищены. Зловред может быть спрятан в разрешенные документы, такие как .doc, .excel, .pdf, .powerpoint, архивы и т.д. В связи с этим появился относительно новый тип средств защиты. Песочница. На текущий день это, наверное, единственный способ борьбы с атаками нулевого дня. В чем, собственно, заключается задача классической песочницы. Первое – это открыть файл, даже зараженный. Второе – это проанализировать активность. Это различные изменения в реестре, в сетевой активности, активность с файловой системой, запуск различных системных процессов и т.д. И, в конце концов, заблокировать, либо пропустить файл. Естественно, все действия происходят в виртуальной машине в специально подготовленных образах. Казалось бы, вот она победа над атаками нулевого дня. Но не все так просто. Как только были анонсированы песочницы как новое средство защиты, началась так называемая гонка вооружений. Хакеры стали писать более умные зловреды. К примеру, зловред мог уходить в спячку и не запускаться сразу, чтобы песочница могла пропустить этот файл дальше в сеть. Разработчики песочницы тут же отреагировали и начали ускорять время в виртуальных машинах. На что хакеры ответили использованием собственных таймеров внутри зловреда, т.е. перестали смотреть на системные часы. Далее зловреды начали пытаться отыскать песочницу, т.е. определить, где их запустили. Песочницы стали пытаться скрыть факт своего присутствия путем эмулирования физического CPU, но зловреды довольно быстро научились определять эту эмуляцию. Более новые версии зловредов стали пытаться отыскать человека за компьютером, т.е. пытаться определить, что их запустил не робот. Это были различные датчики движения мышки, нажатия на клавиатуру и т.д. Песочницы начали имитировать поведение человека, но это весьма сложно. Зловреды довольно легко стали определять виртуального человека. К примеру, один из зловредов упаковывался в документ формата .doc, где в середине документа вставлялась картинка с голой женщиной. Любой здоровый человек при просмотре документа задерживался на этой картинке. Песочница этого не делала и просто проматывала файл, имитируя поведение человека. Таким образом, зловред легко определял, что его открыл робот, т.е. песочница. Данная гонка вооружения продолжается до сих пор. Поэтому относительно недавно была представлена новая технология песочниц – Checkpoint Sunblast. Данная технология представляет очень широкий спектр средств защиты. Это Thread Emulation, которая подключает эмуляцию файлов, т.е. классическая песочница. Thread Extraction – это очистка файла. Zero Phishing – защита от фишинга. Endpoint Forensics – это защита конечных станций, т.е. компьютеров пользователей, с модулем расследования. Incident FB и Zero Ransomware – относительно недавно анонсированная функция, т.е. защита от шифровальщиков. В следующих лабораторных работах мы сосредоточимся на Thread Emulation, т.е. эмуляции, и Thread Extraction, т.е. очистке файлов. В чем же особенность песочницы от Checkpoint? Как она справляется с ранее озвученной гонкой вооружений? Давайте рассмотрим работу модуля Thread Emulation на примере типового жизненного цикла практически всех зловредов. Первое, с чего начинается процесс доставки зловреда – это с какой-либо уязвимости программного обеспечения. Этих уязвимостей тысячи. Все зависит от ПО, которое вы используете. Это может быть браузер, Acrobat Reader, почтовый клиент и т.д. Большинство этих уязвимостей неизвестно даже самим производителям ПО. Иначе бы они выпустили патч, что они периодически делают. Но это практически всегда уже после того, как кто-то воспользовался этой уязвимостей. Далее, для того, чтобы использовать эти уязвимости, нужны специальные эксплоиты. Т.е. мини-программы, которые, выполнив определенную последовательность действия, могут получить определенный уровень доступа к системе жертвы. Эксплоитов совсем немного, и новые появляются крайне редко. Эксплоит может нести внутри себя так называемый Shell Code. То есть еще одну мини-программу, которая будет выполнена непосредственно на компьютере жертвы. Как правило, этот Shell Code используется для скачивания дополнительных вредоносов, либо для создания вредоноса непосредственно на компьютере жертвы с использованием подручных средств. Чуть позже я расскажу, как это происходит. Shell Code использует различные техники обхода, средств защиты. В результате мы получаем огромное количество возможных вариаций зловредов, которые будут также обладать различными технологиями обхода песочниц. Классические песочницы начинают работать именно на этом этапе. Такие песочницы еще называют OS Level. При этом велика вероятность, что песочница все же не сможет справиться с подобным количеством типов зловредов. Подход чекпоинта в данном случае более логичен. Гораздо разумнее перехватывать зловредов там, где меньше всего их вариантов, и вероятность их определения стремится к 100%. Это этап эксплойтов. Чекпоинт на уровне процессора видит выполнение эксплойта и позволяет заблокировать файл еще до выполнения или скачивания. Это революционный подход, стал возможен после появления процессоров Intel Haswell, где на аппаратном уровне позволяется подобный мониторинг. При этом чекпоинт поддерживает и классический режим песочницы, то есть OS Level. Давайте теперь рассмотрим, как, собственно, выглядит сбор необходимого shell-кода. Начнем с того, что передавать зловредный файл на компьютер жертвы весьма примитивно, так как в этом случае различные антивирусы или IPS-ы могут определить атаку. Поэтому хакерами был придуман довольно интересный способ. Они стали собирать зловредный код прямо на компьютере жертвы, используя уже запущенные процессы. Данный метод был назван ROP, то есть Return Oriented Programming, на данном слайде можно увидеть, как происходит сбор кода для зловреда. Выделяются необходимые элементы. И затем уже создается так называемый гаджет-дикшенери, куда складываются все нужные фрагменты нашего shell-кода. Теперь давайте рассмотрим основные проблемы традиционных песочниц. Главная проблема песочниц – это то, что на анализ поступают не только зараженные файлы, но и обычные чистые файлы. Это касается и Threat Emulation. После чего происходит процесс эмуляции. Этот процесс не мгновенный и может занимать от 1 до 30 минут. При этом никто не исключает ложных срабатываний, то есть когда нормальный файл будет принят за зловредный и отброшен. В итоге мы имеем кучу раздраженных пользователей, которые не хотят ждать свои файлы. Как результат, большинство песочниц настраиваются в режиме Bypass, то есть исходные файлы доходят до пользователей, пока идет эмуляция. А это уже обычное детектирование, а не блокирование. Это недопустимо в случае шифровальщиков, так как потом уже будет поздно. Решить данную проблему призвана технология Threat Extraction. Она предназначена для моментальной очистки файлов и отправки его пользователю. В это время исходный файл эмулируется с помощью модуля Threat Emulation. Есть два основных способа очистки поступающих файлов. Первый – это конвертация исходного файла в PDF. Фактически происходит распечатка файла на виртуальном принтере. Пользователь получает PDF-документ без опасного содержимого. В 90% случаев пользователю этого достаточно, чтобы ознакомиться с документом. Второй способ – это очистка всего активного содержимого из исходного файла. Вырезаются все макросы, и на выходе получается совершенно стерильный файл. Очень рекомендую обратить внимание именно на первый способ, так как в этом случае у зловреда нет ни малейшего шанса на выживание. Безопаснее будет только распечатка файла на реальную бумагу. Кроме того, у пользователя все еще сохраняется возможность получить исходный файл, если все же произошло ложное срабатывание, либо если исходный документ содержит важные макросы, например, Excel-файл со сложными вычислениями. Если взять для примера файлы, которые были получены по почте, то пользователю будет предоставлены уже очищенные файлы с ссылкой на исходный файл. Если нажать на данную ссылку, то пользователь попадет на специальный портал, где у него будет возможность запросить исходный файл. При этом он будет предупрежден о его возможной вредоносности. Получит ли этот файл пользователь уже зависит от настроек. Можно выдавать данные файлы в ручном режиме после более тщательного анализа администраторами информационной безопасности. Если рассмотреть продуктовую линейку CheckPoint SetBus, то можно выделить четыре области. Это сетевые устройства для защиты периметра или каких-либо сегментов, агенты для защиты конечных рабочих станций, облачная защита, сейчас она доступна только для Office 365, но в скором времени ожидается для Gmail, и специализированная API, которая позволяет использовать облако CheckPoint сторонним приложениям и производителям. При этом каждое решение обладает различным функционалом. К примеру, на уровне сети мы имеем функционал только Threat Emulation и Threat Extraction. В скором времени с обновлением ожидается защита от фишинга. В случае агентов мы имеем Threat Emulation, Threat Extraction, Zero Fishing и модуль Forensics, то есть для расследования ИБ. И сейчас уже в бета-версии нам доступна защита от шифровачков. Если вы когда-нибудь страдали от шифровачков, можете у нас абсолютно бесплатно заказать пилотный проект по данному модулю. В случае облака нам доступен Threat Emulation и в скором времени будет доступен Threat Extraction. В случае API это и Threat Emulation и Threat Extraction. Мы с вами сейчас сосредоточимся на первом варианте, то есть защите на уровне сети. Для защиты на уровне сети есть три варианта внедрения. Первый – это Cloud Mode. В этом случае на шлюзе Checkpoint должна быть лицензия NGTX и все файлы, которые необходимо проэмулировать, отсылаются в облако Checkpoint для анализа. Соответственно, второй вариант – это Distributed Mode. Он подходит для тех компаний, для которых отсылать свои файлы в облако неприемлемо. И они могут использовать специализированное устройство Sandblast Appliance. В этом случае вся эмуляция файлов происходит непосредственно в сети заказчика. И еще один вариант – это Inline Mode. В данном случае наш Sandblast Appliance ставится в разрыв сети и все файлы проходят через него. Теперь мы можем перейти к лабораторным работам и на практике опробовать решения Threat Emulation и Threat Extraction.